hello всем привет дорогие друзья и гости канала сегодня с вами вновь павел или павлич 71 рус в игре фермер симулятор 15 играю я на своей карте один российский край эта карта которая когда-то сделал для этой игры развиваетесь свое виртуальное сельское хозяйство а вы за этим смотрите наблюдаете если вам конечно это интересно продолжаю я заниматься сельскохозяйственными делами прошлый раз как вы помните мы косили траву вывозили молоко а сегодня мы будем опрыскивать обрабатывать картошку от колорадского жука ну а также обрабатывать ее для того чтобы не росли сорняки чтобы не надо было летят так вот этот рактор надо заправить там у нас иван иваныч погнал здесь у нас николай васильевич тут уже поле видите начинает подсыхать полностью там уже обработано то есть осталось обработать вот эти два поля то есть 14 и 15 16 объединенное вместе и у нас урожай будет полностью обработанный будет дозревать после чего мы уже приступим к уборочной но я правда не знаю когда это будет в сериях потому что есть еще дела до уборочные урожаю еще нужно понятное дело созреть ребят работая по картошке как вы можете заметить мы сняли спаренные колеса потому что здесь очень узкие редки но и вообще как будто использование этого трактора нтз 1221 на такой работе не очень целесообразно он топчет видите даже вот он тут проходит прям почти впритык надо конечно использовать трактора с узенькими колесами которых у нас на данный момент нет поэтому работаем на чем есть в принципе но это не основная работа в этой серии сейчас в общем до обработаем наш картофель и сегодня мы с вами продолжим заниматься заготовкой силоса но пока работаем здесь красиво идут два трактора пересел сам чуть-чуть поработать чтобы вам это показать но картошки нас конечно в этом году достаточно много так разворачиваемся тут надо правда так встать в рядочке чтобы я не зацепил там стоящий трактор я думаю что в принципе если пойду вот так то будет нормально да не должен зацепить так там трактор тоже развернулся все идет по плану да все нормально мы прошли а то поцарапаем наш пассивной картофельный комплекс вместе с трактором мтз 20-22-3 так это небольшое поле я окончил как видите осталось половина так складываемся и едем тогда помогать нашему красному трактору мтз тоже 12-21 который мы с вами заправляли в начале видео так поехали потому что то поле побольше и видите по расходу именно в этих вот удобрений не хватает на полное поле точнее не хватит здесь красивым там идет работает и мы сейчас тоже ему будем помогать так как туда дойдут того края из того края тогда пойду в эту сторону увеличивать гон картошка тут интересно так взошла ну потому что села сначала с того края потом с этого края и середина получается более свежие еще не выросла до конца мы сейчас наверно и закончим как раз я туда сюда пройдем два трактора и закончим погнали за ним и вот так вот идем ну вот и все закончилась у нас обработка опрыскивания картофеля с одновременной подкормкой или внесением удобрений потому что многие молча сказать что я тут оговорился неправильно сказал в общем мы сразу всем занимались и обработка от сорняка и от насекомых от коврадского жука а также внесением удобрений так камаз отгоняем с вами на базу потому что в принципе он нам больше будет не нужен с этой бочкой после тогда когда потребуется я бочку краном из него выгружу так трактора кстати уже ушли на колхоз имени Ленина современник бывшие там где вот площадка для хранения техники где склады склады правда чужие но на площадке нам разрешили ставить технику и мы там ее оставляем ну и сейчас нас с вами ждет здесь стоящий наш rsm-1403 не стали мы его загонять он стоял тут всю ночь ждал нас так куда мне поставить этот камаз давайте я наверно здесь вот поставлю его рядом с мазиком вот пусть здесь стоит рушим так ну а бочку из него после тогда достанем сейчас это нам не принципиально сейчас пойдем заводить rsm работать буду с алексея алексеевичем алексея алексеевич сейчас находится на второй силосной яме и трактора наша находится там же который этот нью холланд с нашим большим силосным прицепом вот я сейчас отправляюсь туда на лох а он тогда уже там подъедет и мы будем продолжать заготовку силоса завел прогрел воздух накачал можно отправляться в путь рабочая скорость у него конечно такая большая мне так нравится даже не рабочая а вот транспортная рабочая то у нее действия вручат нас как не помню топлива конечно он кушает очень много вот этот rsm 1403 я вот не знаю если купить какой-нибудь комбайн крона такой кормозаготовительный или еще какой-нибудь сколько у него будет расход топлива и рабочая скорость но понятно что рсм я пока продавать я не планирую он у нас еще послужит он практически новый у него очень маленькая наработка так давайте на из того края начнем там сейчас как раз подъедет алексей алексеевич подъехал алексей алексеевич пойдемте продолжать работать трактор конечно сильно грязный надо их будет потом помыть обязательно кстати посмотрел наработку наработка составляет 134 километра по меркам игры это конечно совсем ничего почему я вам не говорю наработку в часах в моточасах потому что когда ну вот занимаешься сельским хозяйством в игре иногда ускоряешь время надо замедляешь время там ну и получается что данные некорректные по наработке в моточасах а в километрах понятное дело что более точное поэтому не надо сейчас там бомбить в комментариях что я вам неправильно сказал так поднимаем трубу выставляем так давайте может быть маяк проблесковый включу просто так ради интересного на алексей алексеевич тоже включил так включаем и поехали вот этот весь лук постараемся с вами выкосить на силос я думаю что это будет интересно и набьем всю силосную яму а там конечно посмотрим по результатам сейчас там по моему около 30 процентов наполнения и где-то 150 кубов но сейчас как бы так будем меняться опять как в прошлый раз и пересяду я в трактор возьму его у алексея алексеевича и мы с вами съездим посмотрим сколько у нас там наполнения в нашей этой второй силосной яме южной которая у нас здесь недалеко кстати находится ну а пока буду дальше работать над наполнением прицепа потому что несколько кругов я думаю что сделать надо будет точно перед тем как он наполнится ну а пошли на второй круг но там даже нет еще половины наполнения прицепа может быть трех кругов не знаю четырех наполнен но конечно по плану весь этот лук я выкашиваю на силос а там конечно посмотрим по наполнению а больше конечно здесь лужков рядом и на таких нету грамм капитально где можно покраситься вот если только где то вот здесь вот где линии электропередач идут вот здесь вот по обочине точнее по обочине по берегу реки по обочине вот этой грунтовой дороги вот в общем решим посмотрим пока же продолжаем выкашивать именно здесь здесь 4 полных круга для того чтобы набить полностью прицеп давайте ну алексея алексеевича заберем с вами трактор и поедем разгрузимся в нашу силосную яму тяжело кстати трактору тащить 55 кубов так давайте включу еще подсказки чтобы мы видели с вами наполнение вот раньше конечно отсюда на камазе хрен заедешь а на тракторе в принципе на мощном с таким прицепом спокойно можно заехать а нет я чуть-чуть ошибся я вам говорил что здесь 30 кубов наполнения здесь оказывается уже наполнение 41 куб так поехали потихонечку разгружаться точнее не 41 куб а 41 процент прошу прощения неправильно оговорился так так погружаемся прессовать и прям так значительно падает ну потому что ну реально очень много сразу привозим вот вот и в принципе видите трактор спокойно справляется со своей задачей с этим прицепом но для этого этот прицеп и был в принципе куплен так ну давайте пока трактор оставлю здесь блин ну трактор конечно помыть и мы сейчас это дело запрессуем сразу же на нашем к-701 фронтальном вот этом погрузчике так забираемся запускаем так ну и поехали надо было может конечно правда прогреть ядравлику на тракторе накачать воздух в ресивере так давайте я подыму наш ковш он нам сейчас не нужен на данном этапе один трактор застрял то есть в принципе забирается у нас нормально Нью Холланд АК-700 застревает давайте покрутим рулем во заехали так ну давайте будем запрессовывать специально оставим вам подсказки и худ чтобы вы видели прессование так практически уже так все пока оставляю я трактор здесь тогда загонять я его отсюда не буду все пусть вот он здесь стоит глушим его ну и как вы можете заметить уровень заполнения двести двадцать две тысячи литров или двести двадцать два куба а составляет пятидесяти пяти процентов заполнения нашей силосной яме попробую я ее заполнить на сто процентов но понятное дело что только попробую не обещаю потому что мне кажется трактор конечно сюда ему будет очень тяжело заезжать так ну а сейчас отправляемся дальше выкашивать ух посмотрим сколько же с него получится но я уже сделал четыре прохода и блин ух конечно все уменьшается и уменьшается точнее не четыре прохода а четыре полных круга ну и вот можете заметить что ух понятное дело уменьшается с того края мы практически уже соединились здесь получается с проходом вниз вот выкруживаем все меньше и меньше но уже получается что даже не выкруживаем а делаем треугольник так наверное правильнее сказать вот не знаю где будем еще дальше косить посмотрим по работе пока же я продолжаю именно здесь выкашивать эту траву на этом лугу в принципе если посмотреть карту то можно увидеть что у нас вот здесь вот есть небольшой лжо чек ну вот… наверное podia то вот здесь нету, нет у нас לא вот-вот здесь есть лж-óg то есть мы сейчас косим здесь больше у нас здесь покосится а здесь покосится то есть в принципе места то еще есть где можно покрась тра Гьев Так, ребят, ну вот данный лох у нас выкошен Как вы можете видеть, второй прицеп мы с него не набрали Наверное, сейчас пройдусь вокруг полей То есть вот сначала прям вокруг вот этого поля с картофелем Так, поехали Прям вот отсюда начинаем Сейчас подъедет к нам Алексей Алексеевич Так, ну и включаем и поехали Ну а после тогда будем уже искать какие-то другие места Для скоса травы на Силос Где-то может быть там дальше на Лугу На том вот, где у нас склады не наши Где, получается, под навесом наша техника стоит На территории бывшего колхоза именно Ленина-Современник Посмотрим, в общем Так, наполнили прицеп Поехали с вами разгружать его Ну здесь еще можно покоситься-то по кругу полей Тут еще достаточно много травы Вот, так что пока тогда на Лугу не поедем Вот здесь вот можно покоситься Опять же, гляньте, какой Луг Вот тут возле старой водонапорной башни В принципе, вот здесь вот можно косить Здесь косить вокруг поля В принципе, еще много травы-то Так, ну что Сходу тогда с вами попробуем залететь Получится, не получится Давай-давай-давай-давай, трактор О, вот это я понимаю дело Зашли Так, разгружаемся Так его, правда, колбасить на сечке Но это, ребят, по стандарту так Я тут еще не менял То есть это значит по дефолту Также на этом тракторе Заезжая на силосную яму Он также у нас прыгает Так, съезжаем Ну и отправляемся назад к нашему комбайну Притопчем тогда, потом Сейчас еще рейсик привезем Потом притопчем Так, ребят, еще один полный прицеп Отправляемся с вами опять же К силосной яме Разгружаемся Ну и в этот раз давайте с вами запрессуем И посмотрим Сколько же мы уже привезли И сколько процентов мы Имеем по наполнению На данный момент Как видите, уже хожу вокруг другого пульта Поля Вокруг того поля мы уже выкосили Номер 13 Сейчас вот вокруг поля номер 12 Ходим с картошкой Уже время Ближе к пяти вечера Ну и я думаю, что Еще я поработаю Сегодня здесь на покосе Но правда уже за кадром Так, заезжаем на территорию Давайте сейчас опять же Сходу попробуем залететь С этой стороны Не знаю, получится Нет, ну блин Трактор, конечно, чумазый Страсть Надо будет его обязательно Потом помыть Давай, давай, давай Ух ты, как прыгает Ни хрена Давай, 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 давай Ооо, блин Давай, 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 давай Давай, заезжай, заезжай Во Вот это нормально Разгружаемся Блин, это, конечно, какой же нужен трактор Чтобы спокойно сюда вот заезжать Выгружаться, разгружаться Это, конечно, очень круто Так, что там, практически ушел, да Ага Так, съезжаем Ну и пойдем Запрессуем с вами На нашем К-701 погрузчике Запускаем Специально включил для вас Худ с подсказками Чтобы смотреть за прессованием Ну и, как видите, мы уже привезли 333 тысячи литров Или 333 куба Это составляет 83% То есть, наверное, еще один прицеп Точно войдет, а там посмотрим Так Ну и, в общем, на этом я буду, ребят, серию заканчивать Может быть, кто-то скажет, что она получилась коротенькая Но просто достаточно тяжело все-таки И долго наполнять эти прицепы Потому что один прицеп наполняется где-то в среднем 10 минут И можете посчитать, сколько у меня вышло времени на запись этой серии Но это, понятное дело, что это не ваши проблемы В общем, на этом я с вами прощаюсь Увидимся с вами в следующей серии Смотрите другие видео на моем канале Всем удачи, всем пока Ну и до новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok